Нам дали пахчимость поприсутнишить на самой операции. Зараз идея как раз уживления того самого импланта. Это довольно складанный процесс, и в уголе такие операции лишатся высокотехнологичными. Первую Гомельской области трансплантацию сяры Днягавуха проводит наместник директора Республиканского науково-практичного центра от Арыны ларингологии Миколай Хребень. У Минску этой операции пошли работать 6 лет тому. Зараз опыт распаусюджывают на регионы. Первым областным центром стал Гомель. Такие операции признашены пациентам, які амаль не чують. При этом слыховый аппарат им не подыходить. Человеку уживают штучные импланты сяры Днягавуха. Йон генерует ваганье, подобные на вибрации, які передаются празбарабанную перапонку. Таким чином вуха починает шуть, як здоровая. Так называемые активные импланты, которые состоят из двух частей. Одна часть имплантируется под кожу. Сам имплант и речевой процессор, который настраивается через месяц после операции при помощи компьютерной программы. Эти пациенты будут отлично слышать, будут социально реабилитированы. Сами импланты довольно дорогие. При этом для пациента у нашей краине такие операции полностью бесплатные. Импланты набывают за державный кост. Хирургичное вмешательство займает не шмат часу. Празнекольких годин пациента переводят в палату. Барила ухо, в том слух посирал. С детства было. Два только вставили. А со временем все хорошо. Освоение нового вида операций – это черговая приступка профессийного росту для гомельских медиков. Литерально у Сыковику этого года у областной клиничной больницы освоили высокотехнологичную трансплантацию титановых имплантов пациентам с диагнозом хроничных гнойных серых неотип. На сегодняшний день проведено около 20 таких операций – усепоспеховые. Операции, которые мы выполняем сегодня при помощи заместителя директора ультеринолерингологии – это операции более уникальные, операции более высокого уровня и операции, которые показаны пациентам с более выраженной степенью тугоухостью. Таких пациентов в нашем регионе не так много, но их сегодня мы отбираем, выделяем. И в будущем, в зависимости от того, как много пациентов будет отобрано и нуждаться в данном виде операции, мы будем решать вопрос о дальнейшем оказании специализированной помощи этим пациентам. Пакуль для проведения операции по трансплантации среднего вуха будут отбирать молодых, працездольных людей. Кали вопыт гомельских медиков будет станучим, махчимость отримать необходимые лечения, з'явится у кожного, кто маю гэтым потребу. Настасья Кучинская, Михаил Рабко, телерадио компания «Гомель».